В Славянском районе, как и на территории всей Кубани, земледельцы подводят итоги аграрного года. Цифры показывают, что для нашего муниципалитета он прошел успешно. По району предприятия показали урожайность риса 66,1 центнера с гектара. Собран абсолютный для наших территорий урожай зерновых колоссовых с урожайностью 60,5 центнера с гектара, что на 2,2 центнера выше прошлогодних показателей. Уже собрано 88 тысяч тонн плодово-ягодных культур. Есть успехи у животноводов. Продуктов животноводства в этом году произвели на 20% больше, чем в прошлом. Одно из наших рыбводных предприятий за достигнутые успехи было высоко оценено на краевом уровне. Всех, кто вложил свой труд в урожай 2017 года, традиционно поздравили на праздники в городском Доме культуры. Переступив порог городского Дома культуры, в день урожая труженики земли сразу погружались в атмосферу праздника. Любимые народные песни, хлебные колосья, снопы риса, красные ленты на плечах ударников – все это незаменимый атрибут главного сельхозпраздника года. Пожалуй, День урожая – это единственное торжество, на котором награждается без малого 200 человек. Но даже самый большой концертный зал района не способен инвестить всех, кто вложил свой вклад в общее дело. Урожай 2017 года уже в закромах. Мы с вами собрались тогда, когда работы завершены. И я за это хочу сказать вам большое спасибо. Сказать спасибо всем, кто принимал участие в сборе нашего урожая. И у нас буквально по всем позициям, дорогие друзья, есть рост. Когда с большой сцены озвучивают урожайность пшеницы, риса, 73-76 центнеров с гектара, которые сегодня добиваются предприятия, с трудом верится, что еще 10 лет назад пределом мечтаний был показатель в 50 центнеров. Трудолюбие наших земледельцев позволяет району ежегодно входить в тройку лидеров среди крупнейших сельхозориентированных муниципалитетов края. И нынешний год не исключение. Очень большой вклад в эти урожаи носят не только предприятия, руководители, но именно их сотрудники, труженики производства. Те же поливальщики, семеноводы, агрономы, инженера. Поэтому в этот день хочу их в преддверии праздника поздравить с Днем урожая, пожелать здоровья, успехов, хороших урожая в будущем. А главное, наверное, хорошей цены на выращенные урожаи. На сцене в этот день благодарностями за труд от администрации края и района, профсоюза, подарками и премиями награждали как работников крупных хозяйств, так и крестьянско-фермерских. По итогам сельхозгода наибольшей урожайности среди крупных рисоводческих хозяйств добились в закрытом акционерном обществе «Приазовская», получив урожайность 75 центнеров с каждого гектара. Общий намолоз здесь составил более 23 тысяч тонн зерна. Руководитель хозяйства Иван Сирота. Уже более 20 лет работает в Приазовском главный агроном Николай Леошко. Он отмечает, что урожайность риса, превышающая 70 центнеров с гектара, это не разовый успех, а результат кропотливого труда всех 140 работников растениеводческого направления предприятия. В сельском хозяйстве уверенным быть нельзя ни в чем, конечно, потому что погодные условия все могут помешать. Ну а так занимаемся, более так конкретно подходим к выращиванию риса. Сейчас новые сорта внедряем. В этом году год был очень такой сложный, тяжелый. Так, немножко мандраж брал, сомнение, что получим или не получим, потому что и всходы тяжело получали. Ну, следили за всем этим. Ну, как говорится, меньше спали, больше работали. А вот зерновые колоссовые и зернобобовые по итогам соревнований в этом году лучше всего уродились в обществе с ограниченной ответственностью «Черноярковская», руководит которым Виктор Доколин. Их результат по сбору пшеницы составил 76 центнеров с гектара. На этом предприятии не принято делить победу. Она является общей для всех 200 человек, которые трудятся на общее дело. В дружном коллективе отношение к труду начинают руководители, заканчивая тем же поливальщиком. Когда все дружно, будет урожай. Как говорит народная мудрость, будет хлеб, будет и песня. Потому праздник урожая 2017 сопровождался концертными номерами самых лучших коллективов района. С этого года в Славянском районе профсоюзом работников АПК учрежден переходящий кубок имени героя соцтруда Марии Ефимовны Барановой, который будет вручаться победителю соцсоревнования. Первым, кто получил кубок, стал коллектив «Зао Приазовская». Каждое хозяйство, естественно, стремится получить на высшее урожай. Даже не учитывая эти соревнования, каждый стремится к тому, чтобы больше получить. Я хочу сказать, что все хозяйства сработали прекрасно, потому что люди работали самоотверженно. Работали и днем, и вечером, и дождь, и снег, как говорится. Но люди работают, потому что они работают на конечный результат, хотят получить урожай. Достойные результаты сельскохозяйственного года, достигнутые славянскими тружениками, вызывают чувство гордости. Хлеборобы и рисоводы, овощеводы, механизаторы, жадчики и поливальщики, животноводы, доярки, водители. Все, кто добросовестно трудился на земле, кто внес свой трудовой вклад в урожай 2017 года, были отмечены заслуженными наградами на районном празднике. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова